Высшая школа ИТИС Казанского Федерального Университета открывает набор на вторую смену летнего лагеря Java Sturm. Здесь ребята смогут изучить основы разработки на Java, написать свое в-приложение, пообщаться с ребятами и узнать много нового. И лагерь он делится на четыре даже части, чтобы было движение, чтобы и образование было, и развитие. Они изучают язык Java, с самых азов им преподается. Конечно, для ребят это сложно, но очень интересно, потому что в результате обучения они делились на команды, защищали свои проекты. Все занятия будут проходить с понедельника по пятницу в Казанском Федеральном Университете. В прошлую смену ребятам так понравилось изучение, что они готовы были заниматься даже в выходные дни. Родители также отметили, что каждый день ребята приходили очень воодушевленными, зажженными глазами, и ребята даже сожалели, что не было лагеря в субботу и воскресенье. Всех участников смены ждут интересные занятия по 3D-моделированию, где они смогут создать свою модель и распечатать ее на 3D-принтере. А в свободное время они посетят увлекательные экскурсии. У них развивающая программа, мы устраивали экскурсии в Этипарк, в Казанский Кремль была очень интересная экскурсия, экскурсия в нашу высшую школу УТИС, они ознакомились с роботами, которые у нас есть, в наши музеи университетские. Отдельное внимание уделяется и развивающим играм, где ребята смогут не только отдохнуть, но и с пользой провести время. В плане работы с КФУ это был наш первый опыт, и мы очень рады, что у нас был такой большой успех, потому что программа, которую мы осуществляем, это же, конечно, не просто игры. Это сложная психологическая программа по самоанализу, по выявлению сильных сторон. И ребята здесь добились действительно серьезных результатов. Смена будет проходить с 13 по 24 августа 2018 года. Высшая школа ИТИС КФУ приглашает всех желающих в возрасте с 12 до 17 лет. А по окончании обучения будет выдан сертификат Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.